Декада пожилого человека охватит весь город. Мероприятия пройдут в районных библиотеках, музеях и даже в поликлиниках, где состоятся дни открытых дверей. А самое крупное из развлекательных мероприятий пройдет в Доме культуры юбилейный. Будет большая, грандиозная выставка, ярмарка изделий именно пенсионеров. Они представляют даже рецепты солений, варенья, там будут спевки, там будут выставлены их картины, поэты будут читать стихи, проходить конкурсы самые активные, самые спортивные, самые позитивные. Сразу после мероприятий с участием людей старшего возраста начнется подготовка ко Дню города. Он отмечается 21 ноября, но праздник продлится три дня. Уже сейчас разработан цикл встреч, вечеров, разнообразных шоу-программ. Предстоит показать всему миру, что курортный Сочи – город поющий. Попробовать вернуть то, что было раньше в городе – это массовое исполнительство, хоровое исполнительство. В вечернее время в этот день мы ждем приезда хорового коллектива хора Краснодарского края, победителя телепроекта «Битва хоров». И, собственно, сюрприз – наш сводный хор в полторы тысячи человек, которые мы будем презентовать в Дни города. Еще предстоит доказать, что Сочи – танцующий город. Стартует новый амбициозный проект. Сейчас подбирается 10 площадок во всех районах города для танцевального действа. Откроется в эти дни также и фестиваль «Этно-Сочи» на территории Южного Мола. Будут и организованы праздники отдельных улиц. Елена Авсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Илья Авсец- arribит and день. Ижин-То. Ижин-То. Ижин-То.